Вот тоже действие. Преразлили соляной кислоты. Что нам нужно? Огородить. Ветеролизовать кислоту. Правильно ответили. Зелененькие у нас загорелись. Как раз неправильно. 20 баллов уже заработали. Входим на следующую точку. Вот электродиализная установка. Ходить по виртуальному миру, выполнять задания и набирать баллы. Кажется, что это обычная компьютерная игра. Но для сотрудников башкирской генерирующей компании это часть работы. А точнее, тренажер, который пришел на замену обычным экзаменам. В нем присутствует цифровая модель станции, на основе которого был сделан тренажер. В результате чего работник может виртуально находиться в самом цеху и производить какие-либо переключения, в том числе оказываясь в аварийной ситуации. Тем самым повышая свою квалификацию и в аварийной ситуации, зная, что делать и предотвращая развитие аварии. Такой тренажер появился на предприятии не так давно. И его решили продемонстрировать на российской энергетической выставке, которая стартовала 27 сентября. Артем создатель этого тренажера. Он работает на предприятии с 2016 года. И, по его словам, тренажер это лишь одна из возможностей для реализации творческого потенциала в башкирской генерирующей компании. Работа на данный момент достаточно творческая. Можно проявить какие-то свои внутренние проекты, показать инициативу. Сейчас мы эти все проекты реализовываем и тем самым идем в ногу со временем. У нас продвигается проект по цифровизации и поэтому стараемся быть современными. Несмотря на большие возможности и интересные задачи, на предприятиях башкирской генерирующей компании не хватает кадров. В основном дефицит наблюдается среди рабочих специальностей. По словам председателя молодежного актива компании, большинство выпускников вузов не хотят работать в промышленности. Есть проблема в рабочих специальностях, в рабочих кадрах. С инженерскими составами, если мы справляемся, то рабочих, конечно, не хватает. В основном это электромонтеры или слесаря, то есть те, которые, естественно, работают руками, они, естественно, работают с оборудованием, технически это достаточно сложно. Вот именно вот в таких кадрах у нас есть потребность. Молодежь зачастую не понимает плюсов работы в промышленности, а также боится строгих графиков и ответственности, которая неизменно сопутствует такой работе. В этом с представителями промышленности соглашаются и вузы. Каждую неделю приходят представители предприятия и говорят, а на четвертом курсе это каждый день практически. Вот они собирают, говорят, ребята, если вы приедете к нам, мы будем вам платить 18 тысяч, вы будете работать обходчиком. Да, вы молодцы, вы к этому готовитесь. Ну, наш студент говорит, мы на Яндекс пищи зарабатываем по 50 тысяч, вечером, не напрягаясь, ходим с этими, как его с баллами. Причину кадрового дефицита много, говорят специалисты. Это не только невысокие зарплаты на начальном этапе, но и демографические провалы, отсутствие профориентации в школе, низкий престиж рабочих профессий и другие. Но, тем не менее, сейчас промышленность старается закрывать все потребности молодого поколения. Организовываем какие-то мероприятия, как социального характера, так и профессионального характера, где ребята могут проявить свои таланты, свои возможности, свой научный какой-то потенциал проявить. Вот, и, конечно же, при этом ребята получают, ну, хорошую такую базу знаний, а в последующем уже имеют карьерный рост в нашей компании. Также башкирская генерирующая компания старается всячески поддерживать новых сотрудников, помогает им вливаться в коллектив, активно сотрудничает с вузами и дает много возможностей для развития. Но пока открытых вакансий все равно достаточно. Алсу Гумерова, Ильдар Каюмов, телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова